Я не могу вам всего рассказать, потому что моя проповедь будет не об этом, но я должен сказать вам, что в соответствии со второзаконием это со мной произошло. И то, о чем я буду говорить сегодня, пришло ко мне из того переживания и впечатления, когда я стоял перед Господом, и я не просил об этом. И я вовсе не ожидал этого. Я просто услышал звук арфы, и через секунду я уже очутился прямо перед ним. Это напугало меня до смерти. Я отнюдь не был смелым человеком, когда стоял там. Я просто кричал от ужаса. Я понимал, что он может убить меня в любую секунду, и я не знал за что, но понимал, что у него на это есть веские причины. Какими бы они ни были, он был прав, а я нет. И когда я там стоял, я начал слышать такие вещи и видеть такое. Я видел Господа, как Он сидел на Своем престоле, и я видел вокруг Него эти ряды света, и как от Него отлетали молнии, и как из Него летели огни шара. Они были и маленькими, и большими, и все такими потрясающими. Они были как осколки, или точнее, как обрывки света. Когда в Писании говорится, что Бог — это Отец света, то вы не поверите, что это на самом деле значит. Это даже невозможно описать. Там было так шумно, что воздух просто разрывался. И каждый раз, когда я вижу флаги и знамена, и когда я вижу транспаранты, мне это напоминает то переживание, а особенно, когда они начинают так быстро развиваться, и звук стоит такой, будто воздух рвется на части. И это так похоже на то, что я видел, когда я стоял там. Когда из Него вылетали огни света, миллиарды огней в секунду, буквально миллиарды огней в секунду вылетали из Него. Как же это получается? На Земле невозможно их различить, на небе их легко отличить друг от друга, хотя за одну секунду их вылетают миллиарды. И я знал, что эти шары, которые вылетают и попадают во все творение, я знал, что это были Божьи деяния. И каждый раз, когда из Него вылетал шар, произносилось слово «Святый». И я слышал «Святый». И каждый раз кричали «Святый». Я слышал целый хор голосов кричащих «Святый, святый». И они делали это миллиарды раз в секунду. Вот так, «Святый, святый, святый», как гром, не переставая. Воздух разрывался. И вокруг стоял такой шум, и ангелы окружали трон. И люди меня спрашивали, «Какое у тебя было ощущение?» Я говорил, «Это было то же, что стоять рядом с ядром атома. Потому что вокруг трона там все эти ангелы кружатся вокруг тебя. Каждый летит в свою сторону. Они без конца летают вокруг и движутся. И когда я там стоял, я вдруг осознал, «Боже мой!» Ведь здесь совсем не тихо. Когда вы представляете тронный зал, и я вырос в той динаминации, где тронный зал в основном представляли, как такое тихое место, то есть тебе лучше всего было входить туда босиком. Не потому, что это святое место, но чтобы ты не издал лишнего звука. «Тшшшшшш!» Когда я был там, там был игром, и этот шум, потому что о каждом Божьем деянии оповещали криком «Святый!» И ангелы летали и взывали, «Свят, свят, свят Господь Всемогущий, Который был и есть и грядет!» И все это продолжалось и не прекращалось. Все эти формы, кусочки цвета, вылетали прямо из Него. И пока я там стоял, я понимал, что все это свидетельствовало о том, что Бог активен в отношении Своего творения. Я также понимаю, что когда говорится, что на небе установилось молчание на полчаса, то это совсем нехорошо. Это значит, что Бог перестал быть активным в Своем творении. Ничто не издавало звука, потому что ничто не исходило от Его трона. И это грустно. Когда я там стоял, я осознал, что атмосфера была насыщенной и защищенной от всего, что могло умолить присутствие той святой атмосферы, где я стоял. И тот живой свет, который я вдыхал, проходил через все мое тело и через мою кровь. В тот момент я знал каждую мельчайшую частичку своего тела и клеточной, и подклеточной структуры, которые наука еще не открыла. Они были меньше, чем конструкция генов, меньше самой малейшей частички ДНК. Люди считали их совсем ненужными, но когда они их исследовали, то обнаружили их невероятно полезными. Нет ничего, что входило бы в этот тронный зал и оставалось бы неизмененным. Я был изменен навсегда. Я чувствовал себя так, будто меня перестроили на клеточном уровне. И сегодня я хочу...